женщина пронзенная стрелой от себя скажу что это отсылка на вещи которые называются некого писателя который называется городские легенды да я слышал эту вне всякого сомнения правдивую историю от доброго честного друга друг которого в свою очередь был свидетелем происшествия и я верю что все это произошло на самом деле как бы невероятно это не звучало друг моего друга терон жарким летом оказался в речной крепости одном из городов государство сефира где направился на там ушни рынок если вы никогда не были в речной крепости то знай если вы никогда не были в речной крепости то знаете что рынок там постоянно запружен толпой гораздо знаете то есть если вы никогда не были в речной крепости, то знайте, что рынок там постоянно запружен толпой гораздо больше, нежели в иных сходных городах-государствах. Люди из сельской местности ежедневно прибывают на рынок в своих вагонах и экипажах. Сирон как раз проходил мимо одного из таких экипажей, когда заметил его единственную пассажирку, сидящую с закрытыми глазами и заложенным за голову руками. Странное зрелище, ей-богу, но он подумал, что она спит. Терон продолжил свой путь. Немного погодя, когда Терон купил на базаре все, что ему было нужно, он вновь прошел мимо того же экипажа. В нем сидела та же женщина. Теперь ее глаза были открыты, но руки все еще находились за головой. — С вами все в порядке, миледи? — спросил он. — Стрела попала мне в голову, и я сдерживаю вытекающий мозг, — ответила женщина. Терон не знал, что ему делать. Он повежал обратно на рынок и чуть не сбил с ног целителя, сопровождающего рыцаря. Последние оказались добрыми людьми и согласились помочь. Дверь экипажа надо было снимать с петель, и женщина закрыла ее изнутри, и теперь боялась притянуть руку, дабы открыть ее. Попав, наконец, внутрь, они обнаружили следующее. Руками женщина прижимала к затылку ячменное тесто. Оказалось, от жары сосуд ячменного теста взорвался со звуком выстрела из лука, и кусок теста угодил женщине прямо в затылок. Потянувшись потрогать, что же ударило ее. Она нащупала тесто и подумала, что на самом деле с ее есть вытекающие мозги. Бай!